В то время я жила на севере, в Аммиаконском районе, в Якутии. И однажды утром, когда я проснулась и хотела уже собираться на работу, я вдруг увидела яркое видение. В этом видении я увидела пшеницу на поле. Видение было цветное. И пшеница была разная. Была в полных колосьях, замечательная. Была такая высушенная восточным ветром. И я не понимала, что это такое. И вдруг в одно мгновение вместо этой пшеницы на этом поле большом стало множество людей. И они были увечные, хромые, слепые, больные, с серыми лицами. И я не понимала, что это такое. Но я очень внимательно смотрела, как бы наблюдала со стороны. И вдруг голос сказал, подними глаза к небесам. И когда я подняла свои глаза к небесам, я увидела сияние, превышающее солнечное сияние. И я увидела на облаке Иисуса Христа, первосвященнистой одежде, который спускался к этим вот людям на поле, которые вместо пшеницы стали людьми. И они каким-то образом все стояли спиной к нему. И когда голос этот проговорил, некоторые обернулись лицом своим к нему. И я, наблюдая это, увидела, что когда они свои руки простирали к Богу, видите, на руках были раны от гвоздей и на ногах. Я еще удивилась, я никогда не слышала этого, я никогда не видела фильмов. И он простирал эти руки, и люди простирали к нему. И эти люди, которые простирали к нему руки, они были преображены. Они с лицами были сияющими, ликующими. И те, которые были хромые, они просто скакали, славя Бога. Те, которые были с костылями, они отбрасывали эти с костыли и были здоровы. Я так удивилась. И он шел по этой тропинке как бы ко мне. Я, увидя это, сказала, Господи, я тоже этого хочу. Я себя не видела в этой картинке, но как бы со стороны ощутила, что Господь прикоснулся ко мне. И я это поняла внутри сердца, что я преобразилась. Такая радость напомнила меня. И это видение ушло. И когда я проснулась, я все это записала. Хотя в сердце оно в моем всегда было и будет, я его никогда не забуду. И когда прошло какое-то время, я все время о нем думала. Я работала на севере поваром, это было тяжело, в артели. И вот однажды я собралась идти на работу, и у меня такое вот посетило какое-то ощущение, вот мне было как-то плохо, не по себе внутри. И меня отправили к врачу. И врач мне сказал, если вы не поедете на материк, вы умрете здесь. Я понимания не имела ничего о том, что со мной происходит. Но когда я пришла к врачу, и она мне ничего не сказала, только сказала, немедленно уезжайте. И Господь так чудным образом, я понимаю, сделал, что меня отпустили среди сезона на материк. И я приехала на Украину. И на Украине приехала где-то я в октябре или в начале октября. И буквально перед Новым годом со мной стряслось такое, чего я вообще никогда не ожидала. Я попала в больницу с сильнейшим кровотечением, и жизнь моя угасала. Я не понимала, что у меня заболевание кровью. Это уже после этого, когда там врачи делали все вот эти анализы, они мне сказали, что мы вам помочь вообще ничем не можем. Вызывайте к Богу, даже одна мне сказала. Может, Бог вас помилует. И я стала взывать к нему, как могла, как понимала. Взывала, вспоминала вот то, что было мне показано. И я кричала, Господи, 45 лет мне всего. Трое детей у меня умерло. Я грешница, но я не хочу умирать 45 лет. Боже, помилуй меня, спаси меня. И Господь услышал меня. И привел ко мне женщину в больницу, которая мне рассказала о его спасении. Она мне рассказала о спасении. И по-человечески, по своим вот этим вот немощам я уже ходить не могла. Бог так чудесно меня напомнил и привел меня в церковь. Она была в ДК, там, в Украине. Я не понимала, что это за церковь. Но когда я пришла, так благодать меня обняла. Я видела эти лица. Я видела, что что-то у них есть, чего у меня нет. И когда был призыв к покаянию, никто меня не трогал. И я ощутила, что меня кто-то поднял вот так. Я глянулась, никто меня не трогал. Я так понимаю, что Бог меня побудил. И я просто первая побежала. Я уже ходить не могла, но я так удивилась, что я побежала к алтарю. И когда многие за мной побежали, когда священник спросил, чего вы хотите, я сказала, хочу спасения и исцеления. И вот там я помолилась, я прямо на колени упала, молилась с рыданием, исповедовалась в том, что Бог мне показывал. И Господь прикоснулся ко мне. Он меня спас. И когда я вернулась с этой женщиной, которую вот Бог послал, чтобы мне свидетельствовать, в больницу, и сказала врачу, выписывайте меня, я уже здорова, Господь меня спас, исцелил. И она на меня посмотрела, как вроде я где-то инопланетянка, пришла с другого мира. И когда она посмотрела и сказала, ну может он вас исцелил, но пока вы будете лежать в больнице. Я после того еще два месяца лежала в больнице, и Господь действительно меня исцелил. Потому что пришел пастор с той церкви, в которой вот женщина была, и он мне сказал, не противьтесь, Бог исцеляет и через операцию. Просто доверьтесь Ему. И я прошла через операцию, через многие там такие все медицинские, какие-то неприятные для моего тела дела. Но слава Богу, когда меня через два месяца выписали, я была еще не полностью исцелена, но я внутри ощущала, что Бог теперь со мной, что мне даже не страшно умереть, если даже мне нужно будет умереть. У меня даже не было такой мысли, какой-то страшной, что я умру там, и все. Бог так чудесным образом меня ввел. И я так благодарна Ему, что Он меня привел в начале церковь новое поколение на Украине. И там Он мне помог закончить начатки учения Христова, лидерские курсы, и потом чудесным образом привел меня сюда. Я даже не мечтала, тут мои родственники, но я никогда не думала, что я буду жить в Санкт-Петербурге. Бог привел и проговорил через пастора, сказал, чтобы я шла в библейскую школу. И я закончила Свято-Троицкую библейскую школу здесь, в Санкт-Петербурге. И было пророчество на мою жизнь, и Бог показывал многое мне, где я буду служить. Через лет 12 Господь меня вот здесь, в этой церкви, поставил служителем. Я была рукоположена в Диаконису, по всей этой хозяйственной части в церкви. И я благодарю Бога, что Он меня признал, как апостол Павл, говорит, верной, и поставил служителем. Некогда негодную, некогда грешную, а теперь благодатью, милостью спасенную через веру в Него. И я благодарна Ему, что Он уже 23 года вот ведет меня и не оставляет, ведет меня и научает. Через скорби, боли проводит, через разные вот такие вот места, где даже унижали, где, как говорят, орали на хребте твоем. Я не понимала сначала, но потом пришло осознание, что это все мне во благо. И действительно, Господь все, что допускает в нашу жизнь, Он делает во благо. В Нем нет зла. На небе только добро, на небе только любовь. Его сущность – любовь и доброта, и милость. Но иногда в этом мире, к сожалению, бывает, случается и такое злое, но Господь всегда нам помогает. Он всегда нас выводит на ту стезю, по которой нам идти. И я так благодарна, что пройдя многое, многое за вот эти 23 года, я просто радуюсь, что я в Нем, а Он во мне. Поэтому благодарю Его за все испытания, за все скорби, за то, что Он меня учил многому, как поступать, что делать во всех сферах жизни и до сих пор учит. И Он надежный, Он верный, Он любящий. И я поклоняюсь Ему, и я славлю Его и благодарю за все, за все, что Он для меня приготовил, еще чудное и дивное. А самое главное, за путь в небеса, который открыт через плотью, через кровью святую, пролитую за нас грешников. И я, друзья мои, желаю вам всем, взывайте к Нему, ищите Его, когда Он близко, искренне будьте с Ним. И когда вы будете искренни, Господь открывается тех, которые верят в Него и ищут Его. Да будет благословение на всех вас, слушающих. Во имя Иисуса. Аминь. И вот старший сын у меня в этом году, ему будет 52 года. Он, правда, еще не пришел к Господу, но он приближается к Нему. Он уже молится, он просит, мама, молись, просит, когда там что-то получается непонятное, он также просит, мама, я не понимаю, что это, но я все Богу отдаю. Меня так радует, что он больше и больше понимает, что без Бога ничего нельзя делать. Никто ничего не понимает без Бога. Только Он дает мудрость, только Он дает утешение, только Он нас сохраняет в этом злом мире. И я благодарю за дочь мою, которая вот живет в Новгородской области. Тоже у нее жизнь нелегкая, муж в зависимости, алкогольный. но я благодарю Бога, что это приближает ее к Богу. Она молится за Него, она отдает Его Богу, как понимает, и мало-помалу приближается к Нему. Я благодарю за мою семью, которую Бог приближает, вот за моих сестер, их у меня трое, нас всего четверо, а два брата уже ушли в вечность. Я благодарю за меньшую сестру, 56-го года у нее был рак, по-женски, и Бог ее исцелил. Хотя она еще его не знала. Мы молились, и Господь ее исцелил, и она покаялась по телефону. Она живет не здесь, она живет в Сургуте, и Бог дал нам встречу. Вот мы все четверо встретились в этом году. Он привел их всех. Две сестры здесь живут, в Санкт-Петербурге, а это вот там, на севере. И чудесным образом дал нам эту встречу, и я видела, как Бог их преобразил, какими они были раньше, и они приближаются к нему. Каждый по-своему. Поэтому я благодарю Господа, что Он не оставляет мою семью, что Он сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой. И я верю каждому Его Слову, потому что Он верен и праведен. И благодарю, что все, каждый в свое время, будут спасены. И я верю, что они будут служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Славлю моего Господа, Иисуса Христа, за эту великую милость, за великую благость, что Он это делает ради крови своей, пролитой в великих страданиях на кресте. Он верен, и поэтому все делает по верности своей, и Ему можно доверять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова